Роспотребнадзоре 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 Очень обидно Вы не представляете Здесь у нас полдома плакал И ребятишки плакали И взрослым было очень грустно Проблема с одним из главных зимних развлечений Не обошла стороной И законодательное собрание края Сегодня на сессии Краевые депутаты Бурно обсуждали Будет ли где прокатиться этой зимой И нет ли еще требований к снеговикам Чуть повыше температура поднялась Снег просел Ну какому госту она будет соответствовать Если она просела Под воздействием температуры Ее невозможно сделать Чтобы она не меняла Ни конфигурацию Или что-то еще Поэтому, ну, безусловно Вот здесь нужно Как бы максимально быстро поднапрячься Потому что испортить Новый год Ну это худшее, что можно сделать А вот горкам, которые возникли На естественном склоне У надзорных органов Претензий и даже вопросов к безопасности нет Это, например, блин гора И сегодня будний день И здесь никого нет А вот в выходные Здесь можно встретить Десятки ребятишек С санками и плюшками Вот и думают люди Может сделать естественные горки Из земли и песка летом Зимой засыплет снег Дети раскатают их сами Заливать не придется Извините за откровенность Это не нужно будет Получать сертификат Потому что производителем В данном случае Будет Бог Природа А до него еще не добрались Как нам рассказали в мэрии Совсем без горок не останемся Главные городские Те, что на елках Точно будут работать Наталья Архипова Валерий Чащин Седьмой канал Полицейские задержали молодого человека В городе Назарова За издевательство над котом 24-летний местный житель Выбил животному глаз Потому что тот мяукал И этим помешал ему Изувеченное животное В конце ноября В подъезде нашли волонтеры У него была сломана челюсть Сожжены усы Порезаны лапы И выбит глаз И вот правоохранителям Удалось найти того Кто это сделал Молодой человек Признал свою вину И раскаялся За жестокое обращение С животным Ему грозит до трех лет тюрьмы Тем временем Врачам удалось спасти коту глаз Но зрение еще предстоит Восстанавливать Вездеход своими руками В деревне Кузнецова Живет настоящий кулибин Дмитрий Фризоргер Сам с нуля собрал Настоящий вездеход На работу ушло почти полгода Машина уже на ходу В ней есть запчасти Например от Тойоты и УАЗа Сейчас мастеру осталось Только довести до ума салон И провести тестовые испытания То есть обкатать технику На ближайших к деревне горах Полях и в лесах Дмитрий говорит Таким образом Можно найти в машине слабые места Сели, выехали, прокатились В какую-нибудь лужу его загнали Что-нибудь сломали У меня жена постоянно переживает По этому поводу Вот опять сломали Что-то еще Мы наоборот рады Что мы это выявили Мы это сломали Значит мы этот узел усилим И он в следующий раз уже не сломается То есть такой момент есть Более подробно о процессе создания Самодельных вездеходов Расскажем в следующем выпуске новостей В 18.00 не пропустите 11 футболистов против 54 детей Массовый матч устроил клуб Енисей Таким образом решили отметить Всемирный день футбола На товарищескую игру пригласили Воспитанников краевых детских домов И коррекционных школ Принять участие смогли и дети С ограниченными возможностями здоровья Сборную ФК Енисей Представили игроки мужской, женской И молодежной команд Соревновались два тайма по 20 минут Команда гостей к этому празднику футбола Готовилась и очень ждала Сначала тренировался Потом бегал Потом готов Мне сильно хотелось их увидеть Познакомиться и поиграть Моя команда, она никого не подведет Такой матч отмечают в клубе Не только придает самим спортсменам Позитивных эмоций Но и дарит настоящий праздник Детям из разных краевых учреждений Которые могут поиграть на профессиональном поле А все участники игры Независимо от результата Получили памятные подарки от клуба Сразиться Пускай в таком товарищеском матче с профессиональными футболистами Почувствовать вот этот дух профессиональный Кого-то ущипнуть, поставить под ножку Или забить гол Правильно Поэтому мы делаем это, конечно, в первую очередь для ребятишек Сегодня день, всемирный день футбола И это очень классно, когда к нам приезжают дети Которые чистят сердце, душой Красноярский театр «Кукол» готовит подарок для своих юных зрителей Новогодняя музыкальная сказка «Мой снежный друг» Это история о маленькой девочке Софии и ее воображаемом друге Спектакль для самых маленьких Приглашают детей от трех лет и, конечно, их родителей Идея авторов – через простую историю рассказать взрослым о серьезной проблеме современности Неумение детей оставаться наедине с самим собой И их неспособность уметь развлекать себя без современных гаджетов Сегодняшние дети перегружены впечатлениями и совершенно не умеют фантазировать И все это артисты представят в самых ярких красках Это семейный просмотр, когда мы вместе получаем впечатление И обязательно оно должно быть совместно переварено Если вдруг родители найдут в себе силы в это поиграть или об этом поговорить Это очень важно, потому что здесь такие темы, которые соединяют В Красноярск на выходные заглянет тепло В ночь на субботу будет еще прохладно Однако уже днем в первый выходной метели ветер сменятся штилем А температура воздуха ожидается лишь немного ниже нуля В воскресенье синоптики прогнозируют аналогичную комфортную погоду Однако это будет лишь затишьем перед бурей Уже в первый рабочий день морозы вернутся в город И столбик термометра покажет красноярцам минус 16 градусов И вся неделя ожидается холодной